Музыка 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 Таким способом вырабатываю лубок, который должен быть при плетении приближно хрубый, широкий, длительный плетение, максимально 1,5 метра. Таким способом я использую 1,5 метра, иногда даже меньше, потому что материал очень тяжелый и тяжелый плетение. Еще немного хрубим его, чтобы он был по целой длительной 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 длительной. Будь то делаем ножиком или кто-то использует шкарпку на земляке, даже можно пировать. Просто каждый имеет немного иную технику. Для того, чтобы мы могли начать плетение, потребуя лубок. На основу использую немного хрубший корень. Чистить его. Повторяем. 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 Думаю, что я не разрежу. Робота выжадает внимательность, потому что легко разрежу или стрижу. Уже готов к производству и нужно возвращаться. Так же, соберем такие узкие клещи или комбинаты. Плесчь дает двумя смерами, будь в право или в лаво. Каждый, по-другому, я использую плетение на правую страницу. Я использую этот способ. Наточим на узкие комбинаты. 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 т.е. выше метра, метр двадцать метр пятьдесят длогий длогий лубок потому что будем будем его многократ обтачать а не смем с ним пред урочитым úконом не смем не смем его укончить так же вправо mi пойдет основа т.е. върхна хладкая часть будет с той стороны как я на него смотрю зафиксируем с одной стороны злава и с другой стороны Продолжение следует... Думаю, что мне не сломит. Доброе. Отошил. Несмеша прикрутить. Нужно пройти вверх. Пройдем дурхом дурх до окола. Так же, нечавам, нечавам, зруба таку медзеру, кака, кака ширка, то, что луку. Уробим, аси 8, 8 закрутов. 9, подлака, а кей етен премер на зачетку. Уробим, аси 8 закрутов, околи прстенка, который я на зачетку витворил. Певне дотягуем. Придржам, потому что, у меня тенденция разплетать. Так что, нечаверно, нечаверно, но, мне кажется, что, каждый, кто это видит, так, нечаверно, изменили. Нечаверно, а нечаверно, что, что, нечаверно. нечаверно, 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 между одной и двой, нечаверно, 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 так, как, как, что, широкий лубок. Длежка лубка, один метр, к воле тому, потребна, чтобы я достал двадцать до окола, чтобы я не могла в этой фазе надпаять. Если бы сейчас трехнулся, то был бы проблем. Можем это певно доцехать, но также так, чтобы я могла потом прекращать учитым способом плетене, который укажем за минуту. Так же, мы сделали двадцать округу около этой основы и достали и еще один. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, еще один. И в подстать мы в основе стред, который был на начале довольно широкий, так мы ее целым плетением выполнили лубком. это приятная медзера уже таким способом так это великость не будет на заваду ни на красу, ни на функцию. в этой этапе можно выстрижать лубком. под предход под посход или закрути лимака или шпирали, которая втверт 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 до конца плетения до конца кошика будет плетать так, что плетать два пруты. Таким способом, что под предшедневый плет на X или до крыжа так, не предъявить с диркой с шидлом и претерчить и потянуть достаточно певно и создать красную гвязь. С одной и с другой еще крыжа крыжа но с обе двой стороны приятелно. дошли дошли конец первого лубка дошли конец три лубки дошли до велики лубки и делаем над пианем. Звучит корень. На конце его зашпицатим на хрубшем конке, там где певнейший. Захнем под основу и там где выходит, на другую страницу, претерчим новый лубок. Претерчим по подоснову. Претерчим с ним, как с предходящим. Без того, чтобы я его нефиксировал или лепил. Претерчим по подоснову. Претерчим по подоснову. Претерчим по подоснову. Претерчим по подоснову. конец нового лупка. Заложим. Притлачим. Певне его доставим. А покрачиваем так, как все остальные стехи и кроки достава. Так что сейчас мы на месте, где большинство наставит это так, но чтобы я предвидел, что это может заставить так, что он будет видеть но он не мог бы вывлечь. И так же с этим хвостиком, который был подплетен под основу. Покрачиваем до окола. Так что подплетаем стехи. подплетаем. подплетаем. подплетаем на следующую основу. В следующей части подплетаем стехи. 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 стехи. Подплетаем стехи. Подплетаем стехи. Подплетаем стехи. стехи. Подплетаем стехи. стехи. Подплетаем стехи. Power отстехи. Прейдем стехи стехи. Подплетаем стехи. СulousAsia стехи. так начинает стена. Майстер это просто в руке. И тварь будущего производства нужно видеть, что хочет делать. Три првки. Кончим с лубком. Кончим с лубком. Так что до кончим лубок. Надпоим его. Возьмем под основу. Потянем новый лубок до конца. Трошку стеншим, чтобы не был гроб. Возьмем его. Возьмем его. Возьмем его. Возьмем второй корень. Возьмем его. Возьмем его. Возьмем его. Возьмем его. Служякова. Возьмем его. прутик такого истого премьера. Само зрями предтим намачан. А да са тваровать, а для простого, будем продолжать корень. А то таким способом, что, как бы мы делали штепение, мы делаем 7-10 см длительный шикми рез. А видимо, что на саме то стенше. Повышу, что от спода старый, а корень, который мы плетем, такий шикми и длительный рез справим с верху. Достали мы до ситуации, когда мы закончили оплетение предшественной основы. и так, как я сказал, плотковым резом, как при штепении овочных стромков. надпоиме старый или поводный корень, поводную основу на ту новую. и плотковым так, что на нескольких стехах стехах спорим. Уж это в подстате прихито. Как видимо, я немного двигаю основу, чтобы по закончению первого ряда был тесным над предходящим уровнем. Потом мы двигаемся дальше и дальше. Как я говорил, мы постепенно стены длили, длили, длили. Я провел 7 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Туна был начал двигаться до стены. Видим, что из водородного дна мы постепенно достали стены. Сейчас, как мы двигались, так как мы стены длили, то нужно укончить верхнюю основу. Таким образом, как он подпалит, мы его на длинной трассе использовали. Укончила основа должна быть таким образом, как на длинной трассе на длинной трассе. Таким образом, чтобы не было видно выхода и скок, когда укончила плетение. Приходится к укончению. Как я показал, мы начали. Зрезанный плетковым резом. Зрезанная основа. Укончила плетение. Таким образом, в результате достанем, мы все обстранили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Таким способом пройдем дурхом дурхом до окола. Тенденция будет стаачать. Будем в пребыве плетения выровнять. Идем до окола, до окола, до окола, до окола. До окола, до окола, до окола. Один корень. В этом месте мы делаем три округа. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Ушплетим ровно как при окрухлее миске. Идем под предшедневную ашну, которая закончилась. Которые не прихытим, нужно будет плетать в руках. Чтобы плет был плетным. Ну а как видимо, тут наса ми то зашуверило, чьи что-то нужно на тврдо, на тврдо, на тврдо, на тврдо, фуха, отворять на другую страну. А власне наследующим плетеним Можем шуверу выровнять и дать до злодорованої фололи. Это немного полезно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видимо, что уже достаем до сихой стиль плетения, как при округлом кошиках. Истин стиль плетения, как при округлом кошику. На начаток нужно иметь длинный лубок, чтобы мы прошли около 1-2 разы, без надпаяния. Притягиваем длинный лубок и добавим длинный лубок. Притягиваем три стеха до того истого бода, где я начинал. Витворим три стеха до того истого бода. Витворим два стеха до того истого бода. Витворим три 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 стеха до того истого бода. Взникнет тут пол-хвездочка, как это было при округлом кошику. Теперь пройдем так же, как при предходящем ряду. По подпредходящий стих на другую сторону. И начинаем плесть четвертый ряду. Стали нужно выровнять плоской, чтобы не был скрутен, а ровный. Идем так же, как при предходящем плетении. Стих за стихом нужно немного дотянуть. Таким способом Пройдем в плетении овленного дна. Стараюсь выровнять, чтобы в конечном последнем ряду было. Пойдем ряду за ряду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В плетении, конечно, недоступного стиха. А только по этой стороне, по брюте не прибудет, Пойдет только один стих. Но и облудок дотяже更opeю. А здесь видно, что прибудет стихы просто прибудут. на начале 1, 2, 3, здесь уже на следующем локе 1, 2, 3, 4, 5, 6 и чем дальше идем, тем больше стевов прибудут. Таким способом, что до одной дирки, или до одного места, тут видно это прекрасно, из одного места выходит две. Тут они разыду, а потом в следующем, в первом или втором кроке, снова прибудут из одного места два стеи. Таким образом, как при округлой миске, надпоиме основу, пройдеме помаленько до стены и укончиме, как при округлой миске, что до стратена, кончиме основу, заплетиме последние медзеры и возникнет нам такой продукт. А еще интересное, когда мы делаем так это длинное водорословное дно, так нам выйдет облук, или т.д. элипсовая миска. Но если бы мы делали только два-три стеи, так как-то водорословным способом, то конечный в производство становится округлым. Не видно, зависит от того, как его творим, но можно сделать округлую миску. То есть, в округлую миску можно начать двум способами. Одна гвезда, или кратким, т.д. элипсоватым водорословным выплетом. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»